Я могу сказать, что только официально, без манипуляций, больше половины людей на айтишном рынке это люди, у которых нет разрешения на работу. Но я думаю, что среди тех, кто якобы имеет разрешение на работу, еще половина не имеет, но говорит, что имеет, чтобы хоть кто-то позвонил. Поэтому вопрос, я его понимаю вот так, что как правильно донести HR-специалисту, что тебе необходим спонсоршек, нужно ли указывать в резюме или вынести в письмо, или упомянуть только после нескольких контактов, в каком случае конверсия в офферы будет лучше? Ситуация двоякая. С одной стороны, указываешь в резюме или в cover letter, и оказывается, что никто не звонит. С другой стороны, не указал, позвонили, и это первый вопрос. Поэтому я бы сказала, что скрывать этого не нужно, но нужно постараться предложить такой набор навыков и талантов, чтобы компания буквально сама побежала визу делать. И еще я думаю, что про те случаи, о которых вы сказали, Михаил, что люди скрывают такие вещи, доверие в ресурс невысполнимый, и очень дорогого стоит. И если вы рассчитываете на карьеру в компании, рассчитываете на поддержку от компании, то я бы не советовала с этим экспериментировать. Ну, в данном случае-то ведь логика такая, ну, там, на тысячу компаний, если одна меня возьмет, так и слава богу, мне от нее ничего не надо. Вот я приеду, на месте можно, во-первых, поменять компанию, на HR-1BIT, в общем-то, не завязан. Больше уже искать следующую, где тебе будут с первого дня грин-карту делать, там, еще что-то. Я думаю, что в этом нет вот такого, что ты хочешь найти оттуда компанию здесь, которая тебя будет, там, поддерживать, я не знаю, что это, это, может быть, слишком большие ожидания. То есть никто, наверное, об этом, я думаю, сильно не думает. Ну, понятен ответ, понятен. У меня то же самое возникает, знаете, что, когда говорят, вот, люди комплексуют, что у них возраст 50 лет, 55 лет, и они начинают делать резюмы, в которых получают, что там, 25-30. Но непроходимость полная, когда они попадают в итоге на интервью, никогда это не заканчивалось ничем хорошим. Я им говорю, наоборот, оставь возраст. Тогда тебя будут контактировать люди, которые хотят тебя, а не кого-то еще, кто ты не есть. То есть ты можешь обмануть чуть-чуть, но на этом все встанет. То есть, может быть, и здесь тоже нет. Когда вы говорите, что вот навык предложить, так а где взять? Это же следующее. А если нету? Понимаете, у кого есть навыки, он, может, и вопрос такой не задаст. Михаил, я за прозрачность. Хорошо, все, я понял, я понял. Вот вопрос хороший, позиционный такой. Как переместиться внутри большой компании? Какие слова надо говорить? Вот, допустим, он рекрутер, а хочет уйти, там, допустим, в какой-то HR. Или, может быть, он хочет в бизнес-аналисты перейти. А может быть, ну что-то, вот контора большая, возможностей миллион. Как? Да. Во-первых, хорошо делать свою работу, чтобы вас знали как хорошего сотрудника, на которого можно положиться. Во-вторых, не бояться говорить прямо. Потому что для менеджера всегда очень здорово, если его сотрудники растут. Даже если они растут в какое-то другое направление. Но если они делают карьеру в компании, это значит, что менеджер построил сильную команду. Привлек классных людей. И самое худшее, что может случиться, вам откажут. Ну, ничего страшного. Ну, вот я знаю парня из Майкрософта, например. И у них там есть какие-то внутренние позиции, в первую очередь внутренние кандидаты. И он из одной команды, где он работает, и к нему хорошо относятся, и все замечательно. Он идет в другую команду. Его там не берут. Ну, не проходит он там. А те, с которыми он сейчас работает, они ему говорят, слушай, мы никак понять не можем, что тебе плохо-то. Смотри, мы тебя любим, мы промоушен тебя делаем. Ты у нас как сыр в масле катаешься, и ты недоволен. И у них осадок остается нехороший. И если бы все менеджеры так рассуждали, понимаете, и он уже перестает ему доверять, потому что это человек, который куда-то косит на сторону. Я думаю, что очень важно иметь хорошее отношение со своим менеджером и рассказать ему, в общем, почему вы так себе представляете свою карьеру, чего хотите добиться. И я думаю, что если вы были ценным сотрудником, то обязательно вам пойдут навстречу. И, конечно, с HR тоже можно разговаривать на эти темы. И HR обязательно постирается помочь. Не надо бояться HR. Не надо. Хорошо. Так. Это хороший вопрос. Легально ли работать на одного работодателя удаленно и в то же время на другого, обычного работодателя, не заявляя об этом? Ну, я думаю, что легально, а что? Конфликты интересов вроде нет. Компании в разном бизнесе. Я, правда, если вот меня спросить, я думаю, что трудно на двух работах работать без ущерба для каждой из них немножко. Поэтому... Но насчет легальности, я думаю, что нет проблем, наверное. Я думаю, что это зависит во многом от условий контракта каждого конкретного сотрудника и от ожиданий компании. Для многих компаний будет принципиальным вопросом, чтобы сотрудник не совмещал работу в разных сферах. И я бы действительно не советовала делать такие вещи за спиной работодателя. Если конфликта интересов действительно нет, то лучше об этом просто прямо сказать и договориться, и наверняка компания найдет возможность пойти навстречу и сотруднику, сделать так, чтобы это было без ущерба для бизнеса. А вот тоже интересно, насколько тут, кажется, легально, ну, я думаю, может быть, другое слово, кроме легально, но на одной работе взять Leaf of Absence на полгода и пойти работать на контракт в другую компанию. Я бы не стала. Я бы тоже не стала. Как я уже сказала, что я очень верю в доверие, верю в доверие, неправильно звучит, но я думаю, что доверие очень важно. И я думаю, что один раз, подорвав свою репутацию, можно поставить большой крест на карьере, по крайней мере, у этого работодателя. А индустрия все-таки маленькая, люди друг друга знают, HR-ы друг друга знают, поэтому не нужно делать никаких махинаций, я думаю, на того не стоит. А между HR-ами есть какая-то communication line? Конечно. По этим делам? Конечно. То есть, если человек где-то там засветился, то это может стать... Это может стать проблемой, да, не только между HR-ами, но и между менеджерами из одной индустрии. То есть, люди все равно друг друга знают, да и просто, ну, никому бы не хотелось, чтобы с ним так поступили, поэтому не надо. Вот скажите, как поступать тем, у кого мало опыта? Три месяца, трои дни. И нет... Чего у тебя нет? И нет высшего образования. Бросил он на третьем курсе университет. Сейчас очень трудно что-то найти начинающему. Ну, я бы не очень согласился с начинающим, что ему трудно, но если у тебя образования нет и опыта нет, конечно... Я бы сказал, что начинающий, это когда все-таки он отучился и пошел начинать. А так уж он даже такой... Ну, вот что ему посоветовать? Опыта нет, образования нет. Я думаю, что худшее, что можно делать в этом случае, это сидеть, сложа руки и ждать чуда. Нужно обязательно искать возможность получать опыт работы, доучиваться. Можно пойти, найти компанию, в которой действительно хочется оказаться. Проситесь туда на стажировку, на практику, бесплатным ассистентом, кем угодно. Приходите и работайте, как в последний раз в жизни. Старайтесь сделать как можно больше, как можно лучше. Читайте о том, что делает компания, изучайте эту сферу бизнеса. Смотрите, какие интервью даются по этой теме. Участвуйте в каких-то профессиональных комьюнити, диалогах, конференциях. Вам не закрыты двери, все возможно. Но просто это потребует больших усилий, чем для тех людей, которые, может быть, раньше начали. Ну, вот с точки зрения HR, вот приходит резюме такое. Вот он где-то там недоучился. Но это бывает, недоучился. Кому-то надо было на жизнь зарабатывать. Но он уже все-таки где-то там стажировку прошел, да, три месяца, он говорит, троини был. Да. Есть такой рынок? Вот, допустим, ну, это у вас не первая работа в HR? Нет, я была head of HR до этого в трех компаниях. Вот в четырех компаниях, в которых вы работали. Да. Там хотя бы в одной из них было такое, что вот брали вот совсем начинающих таких? Было, конечно. Я думаю, что зависит от того, насколько человек думающий и насколько ему есть что предложить. Не только в дипломе все дело. И человек может быть очень серьезно настроен на результат. И все мы когда-то начинали, ведь правда? Вот. И я начинала тоже с младшего рекрутера в 15 лет на летних каникулах после 10 класса. Так. Так что всех берут. Главное, чтобы человек был действительно настроен добиться человека. А откуда вы в таком возрасте юном имели интерес к HR? Это случайно просто было или у вас уже был интерес? Я занималась психологией с подросткового возраста. Ходила на всякие курсы. Мне было очень интересно изучать психологию. А потом совершенно случайно пришла в библиотеку. Там проводилась лекция по перспективам рынка труда для абитуриентов. Я абитуриентом еще не являлась, но мне было очень интересно. И я осталась послушать. Проводила эту лекцию руководитель одного из крупнейших и старейших рекрутинговых агентств. И так меня увлекла эта тема, что я бесконечно задавала вопросы, тянула руку. И когда лекция закончилась, у нас с ней был диалог достаточно много во время ее выступления. И когда лекция закончилась, она подошла ко мне, дала визитку и сказала, что «Детка, когда ты решишь работать, ты придешь ко мне». И я долго ждать не стала, дождалась летних каникул и бегом побежала осваивать профессию. Понятно, да. Вы мне напомнили, как я в институте учился. Я тоже был очень любопытный и вопросы задавал. И мне половину экзаменов просто автоматом ставили. Я приходил, и они даже не хотели со мной разговаривать. Просто зачетку брали и отпускали. То есть, на самом деле, вот некая активность. Это то, что вы советовали молодому человеку? Да, да, да. Ну что же, существуют ли вещи такие, которыми кандидат не должен обладать, независимо от сферы? Допустим, в России это может быть судимость, какие-то даже закрытые, какие-либо физические отклонения или инвалидность. А что, настолько, да? Ну хорошо. Влияет ли как-то либо возраст на шанс пройти первое собеседование с HR? Влияет ли семейный статус, наличие детей? Ну, то есть, вот какие-то блокировки есть? Понятно, что проблемы с законом лучше не иметь. Что касается инвалидности, конечно, компания не должна дискриминировать каким-то образом. Но надо понимать, что принимая на работу такого сотрудника, компания берет на себя обязательство обеспечить условия, необходимые для этого сотрудника. Это может быть пандусы, санитарные комнаты, специально оборудованные. И не каждая компания, к сожалению, может себе это позволить. Поэтому такие требования и насколько эта вакансия подходит для людей с ограниченными возможностями или со специальными потребностями. Тут, в общем, это обычно указывается в описании позиции. Вообще, большие компании, вот в Долине, например, они очень к этому делу относятся душевно и создают условия. У меня, знаете, случай был? Была девушка, умнющая, как я не знаю что, computer science degree, electrical engineering degree, из Египта приехала. И вся такая, знаете, чисто такая, очень мирная такой внешность, но одета так, как будто у нее там тонна динамита под ней. И вот вся в таком, знаете, в религиозном таком одеянии. И куда мы ее не посылали, а у нас где-то с полсотни есть мест, куда мы можем послать людей, и нигде не проходило. И не потому, что что-то, но она не вписывалась в маленькие команды какие-то. В итоге ее прекрасно взяли в Моторолу, потому что чем больше компания, тем больше они хотят разнообразия, хотят все эти специальные условия и так далее. Они действительно хотят. Поэтому, может быть, надо просто не в маленькие стартапы идти, а просто в компании. Там, где есть возможность, потому что действительно это большая ответственность для компании. Не в каждом, например, офисном помещении есть возможность оборудовать необходимые условия. Конечно. Вот, поэтому, к сожалению, не все вакансии подходят. Да. А вот, вы знаете, что такое J-1 виза, да, для стажировки? Да. Значит, вот спрашивают, есть ли вот выпускники ведущих российских вузов? Год поработал человек, он может приехать на 18 месяцев по программе J-1 тройни. И вот как, вот, насколько это реально и как вообще вот поступить, если хочется? J-1 виза – это очень хорошая возможность для молодых специалистов себя проявить. Да. Действительно, она, кроме того, и сравнительно просто получается, если мы сравниваем с J-1B или с какой-то другой визой. Поэтому, что, искать компанию, в которой она готова будет? Рынок есть такой? Вот, допустим, компании хотят таких людей или они в случае поступления резюме скажут, а почему нет? Или есть какой-то поиск их? Есть вот кто-то, кто специально ищет? Я не знакома с тем, чтобы специально искали подобные какие-то кейсы, но если вы подходите к компании, если вы можете предложить уникальные навыки, знания, то, скорее всего, компания будет готова вам сделать такую визу и получить ее довольно просто. И хорошее преимущество в том, что тренеи по этой визе могут получать стипендию, которую выплачивает компания. Небольшие денежки, да? Могут быть разные, как договоришься. Нет, не ограничено ни сверху, ни снизу. Как договоришься, да. Но HR-у не нужно объяснять, что такое J-1, потому что вот некоторые пишут, и они такое письмо длинное шлют, и объясняют, что если вы меня возьмете по этой визе, то это все просто, там туда-сюда. То есть, может быть, в стартапе они не знают, а то, допустим, в компании, где есть HR. Они уже знают? Мы знаем, что такое виза и как с ними работать. Я за всех не могу сказать, но я думаю, что нужно искать компании международные, которые действительно имеют сотрудников из разных стран, которые имеют офисы в разных странах. Тогда, скорее всего, они будут знакомы с этой визой. Ну, просто у меня вот конкретно по БРе впечатление такое, что они уже все визы знают давно. Они уже настолько привыкли к этому, что удивить их нельзя. Вот где-нибудь в тихом месте, где нет людей, которые в ожидании политического убежища или еще чего-то, и вот они говорят, что они боятся и не разговаривают, то здесь уже не напугать. Так они... Я думаю, что если вопросы не последовало, то можно детально в своем cover letter не раскрывать. Такой вопрос уже от меня. Поскольку у меня студентов много, и они ищут работу по всей стране. Значит, сейчас такая тенденция появилась, когда... Я понимаю, что много какого-то такого недобросовестного материала проходит через руки компании, рекрутеров, но... Скажем, полгода назад могли сказать, дай там последние четыре цифры твоего social security number перед тем, как мы пошлем резюме, допустим, в компанию. Я говорю, ну а что тебе назови любиться, четыре там цифры, без разницы. То есть они хотят знать, что у тебя есть, а не то, что им номер твоего нашли. Да. Сейчас пошли такие дела, говорят, дайте ваш pay check, дайте ваш W2 за прошлый год, дайте вот какие-то такие вещи, которые, в общем-то, много информации несут. То есть там и social security, там и видно, сколько ты заработал за год. Вообще, я уже не говорю о том, что, ну как бы не каждый человек чувствует себя комфортабельно, вот предоставляя такую информацию. Раньше они просто звонили в компанию и брали там employment verification, делали, даже не они сами, а там какое-нибудь агентство за них делало. А сейчас они говорят, а вот ты дай вот это или дай вот то. Это легально вообще-то? Можно так человеку сказать дай? Мы не запрашиваем такие вещи. Нет, ну вы да, но вот с точки зрения… Насколько мне известно, это не очень принято, такие вещи запрашивайте. Я думаю, что если вас уже на этапе интервью ставят в ситуацию, которая вам некомфортна, то стоит хорошо подумать, идти ли в эту компанию. Вот у меня есть парень, вот он сейчас мне написал и говорит, где-то он, вот не локально, он говорит, мне оффер сделай. И говорят, вот мы тебе даем оффер, но мы хотим видеть твой paystack. Угу. Угу. Мы не запрашиваем такого, я бы не стала этого делать. Хорошо, ладно. Значит, то есть не то, что какая-то тенденция такая вот. Нет. Это просто где-то у кого-то такая… Да, какая-то своя специфика. Хорошо. Так, Джей Ван, мы поговорили. Насколько сложно перейти из IT-рекрутинга в другую сферу рекрутинга? Угу. И имеет ли это смысл финансово? То есть, может быть, рекрутеры технически больше денег получают, я не знаю. Технические рекрутеры очень востребованы сегодня на рынке, потому что технологии действительно развиваются, и технические рекрутеры востребованы не только в Америке, но и в других странах. Другой вопрос, если человеку это не нравится, ему не хочется этим заниматься, то лучше заниматься чем-то, к чему душа лежит. Ну, это я не могу не согласиться. Да. Этот вопрос уже, в принципе, повторялся об умалчивании, о визовых ограничениях. Визовых ограничениях. Там, а, я вспоминаю этот вопрос, там было вот что, там человек был на студенческой визе, и он может работать, но как бы где-то он может только парт-тайм, где-то он все равно, как бы ты можешь его взять, но ты не можешь его держать вечно, поскольку надо будет потом делать ему, может быть, H1B. Да. И вот это вот, то есть он как бы и работать может, но есть некоторые тонкости, вот что сразу тонкости, или потом, может быть, он говорит, дождавшись момента, когда ты на собеседовании уже понравишься, или сразу писать, чтобы никогда. Ну, вы говорили про прозрачность. Да. Но вот в такой ситуации, когда вот со студенческой, многие компании не станут разговаривать, узнав, что визу студенческой. Ну, они же и потом, значит, не станут разговаривать. Ну, да. Нет, ну, знаете, вот эта концепция, сначала она забеременела, а потом уже он и женился, понимаете. Вот, да, тоже многие верят. Да, ну, не у всех повод, да, не обязательно, конечно, результат, не обязательно. Ладно. Подскажите, пожалуйста, ресурсы с наиболее верной, с наиболее точной, может быть, статистикой по заработным платам в США, в зависимости от регионов и видов деятельности. Знаю Selleri.com, Paysa какая-то, .com, насколько эти данные соответствуют действительности. Вот мой опыт такой, что совсем никак не соответствует. Но, не знаю, может быть, вы знаете какие-то ресурсы, которые действительно такие, ну, достоверные. Или, может быть, вот что, может быть, как человеку узнать, сколько вот за это платят? Наверное, он из-за этого спрашивает. Неплохой ресурс Glassdoor, Glassdoor.com, в котором можно проверить зарплаты. Конечно, есть погрешность всегда, да, любая статистика, в общем, показывает только какую-то среднюю температуру больницы. И, действительно, ну, можно получить представление, например, о том, в каком регионе больше зарплат на эту позицию, в каком меньше, да, и примерную цифру ориентироваться, сориентироваться. Да, но также есть какие-то исследования, которые активно публикуются, посвященные конкретным позициям, где проводится анализ. Они есть в открытом доступе. Вот. И еще хороший вариант просто заходить на сайты по поиску работы, смотреть объявления компаний. Там достаточно часто можно действительно встретить цифру какую-то, которая говорит, что на этой позиции предлагается. И сравнив такие объявления, можно составить примерный портрет. Ну, да, я, честно говоря, для себя тоже пытался на этот вопрос ответить. Но у меня единственный критерий, это когда я вижу студентов, выпускников, которые что-то получают, вот тут, там, я вижу, ага, смотри, вот эту планку перешли, эту планку перешли, эту планку перешли. И, ну, опять, это же не средняя по больнице, а это вот конкретно люди, которые вот этим занимаются достаточно активно, вот они, скажем, вот туда могут зайти. Ну, грубо говоря, я знаю людей, которые за год, там, пересекали 100 тысяч, например, да, занимаясь автоматическим тестированием. Да. Не имея при этом бэкграунда никакого. Вот там хоккеистом был, понимаешь, ну, вот упертый и, пожалуйста, и пошел. Но значит ли это, что каждый может, значит ли это, что ты можешь сидеть и ничего не делать, а оно к тебе придет, понимаешь, и пошло, и поехало, и как быть? Вот это, конечно, очень сложный вопрос. Что касается цифр, хороший вариант также просто поговорить с рекрутинговыми агентствами и спросить у них, на что можно претендовать подобным опытом, да, поспрашивать у людей в индустрии, поспрашивать непосредственно у рекрутеров в разных компаниях. То есть можно же тоже действительно через социальные сети в каких-то профессиональных группах позадавать этот вопрос. То есть ищущий найдет, я думаю. Вот такой вопрос. В наше время, ну, скажем так, лет 15-20 назад, были очень популярны такие, знаете, job fairs. Вот тут Санта-Клара Convention Center собиралось по 400-500 компаний. Вот в годы интернет-бума, и там люди, многие ходили, знаете, они просто сувениры собирали. Да, да, да. Там было очень много ручек, там всяких, вернее, по полтора-по два доллара, там у всех была куча денег, и вот там можно было мешок набрать, послать бедным родственникам какой-нибудь там СНГ. Там можно было легко на 500 долларов набрать сувениров, там, за пару часов. Но это так отдельно. И сейчас этот бизнес как бы умер почти. То есть собираются какие-то job fairs, ну, там может быть 25 компаний, из которых 10 будут из нетворк-маркетинга, и пару каких-то там government и так далее. Ну, вот там можно было прийти и поговорить там с десятками, с двумя каких-то HR. Вот они там прямо HR и сидели. Сейчас есть такое место, куда можно прийти и поговорить с HR. Просто поговорить, вот пообщаться. Есть какие-то такие, ну, живьем, тусовки? Я понимаю, что виртуально можно попытаться, но виртуально тебе и ответят так. Понимаете, а так уже человек встал перед тобой, уже деваться некуда. Если понимаешь, какая компания интересна, то стоит отслеживать, какие активности делает именно эта компания. Где участвует, где выступает. И там можно подходить к HR или непосредственно к менеджерам и разговаривать. Обычно люди достаточно доброжелательно настроены и дают подобную информацию. А вот когда мы говорим про интерншипы. Вот у нас там полсотни компаний, каждый год там, не знаю, десяток уходит, десяток приходит. Это больше зависит не от компании, а от менеджера. Вот менеджер хочет взять, он берет, там договаривается. Как вообще попадают практиканты? Ну, не обязательно, допустим, из ремеслухи типа нас, а вот скажем, из университета, из Сан-Азербсты. Как попадает практикант в компанию? Это какая-то политика, и HR должен пойти, там, за год собрать 15 человек из трех университетов? Или, ну, как это происходит? Мы принимаем на работу ребят без опыта профессионального. Да, принимаем. Но для нас, например, важно, чтобы человек себя как-то проявил до этого. Например, побеждал в каких-то олимпиадах, хакатонах, вел активную общественную деятельность. В университете? Да. Ввел, может быть, какой-то профессиональный блог, в котором он интересно излагает свое видение проблемы. Да, это очень зависит от того, какая специальность, конечно. То есть для пиар будет важно одно, для программиста важно другое. А как вы знаете, есть ли у него блог? Может быть, он нигде это в резюме не написал, вот как вы узнаете? И спросите просто? И спросим, и обычно все равно, когда резюме попадает в руки к HR, и резюме окажется интересным, мы все равно смотрим, например, профайлы в LinkedIn этого человека. А если профайла вообще нет, то что значит? Очень рекомендую завести. Так. А вы можете погуглить там на него? Может, он там где-то в Фейсбуке там с бутылкой водки стоит? Да, погуглим. Есть такое? Хорошо, хорошо. А есть какие-то скрытые ресурсы у HR? Так что люди даже и не знают об этом. Ну, кроме обычного. Я понимаю, что можно заказать там какой-нибудь репорт, там где будет и criminal record, и там кредит-картные дела, ну, как обычно. Стандартные. А вот есть что-нибудь такое, что... Люди даже не догадываются, что есть такое. Если вы хотите, Михаил, чтобы я вам сейчас все профессиональные секреты выложила. Нет, в принципе, такое возможно. Возможно. То есть есть какие-то источники такие? Окей, хорошо. Хорошо, правда, на всякий случай. То есть я, то, что вот есть обычное, и все делают, я знаю. Просто я не знал, что есть еще что-то там. Я думаю, что главный источник – это все равно нетворк. Мы все работаем в одной индустрии, люди общаются между собой. И хороший HR обязательно имеет большой нетворк. И сможет получить информацию об этом кандидате из разных источников. То есть, например, это нормально, допустим, так. Вот приходит человек, мы видим, что он работал в компании «Эксвази». И у нас есть кто-то, кто работал в компании «Эксвази». Или у нас есть кто-то, кто вот с этим одновременно заканчивал «Бёрклинг». То есть знает его по учебе. Да. Значит, это как бы принято, допустим, поспрашивать. Вот ты там этого знаешь по работе, да? Да. Как он там был? Или ты с ним учился, как он там был? Тут есть определенные правила этики. Ты не можешь человека подставить, если, например, он ищет работу, и он еще не огласил на своем нынешнем месте работы, что он собирается уходить. Поэтому, связавшись со своими контактами там, ты можешь человеку действительно навредить. Поэтому обычно на интервью я спрашиваю разрешение собрать какую-то дополнительную информацию. И человек обычно говорит «Да, пожалуйста». Вы знаете, что интересно? Я вот столкнулся с тем, что в сегодняшнем мире достаточно часто рекрутеры звонят прямо в компанию. То есть в резюме стоит компания. Они даже не звонят по референсам, которые человек предоставил в Employment Application. Они прямо в компанию туда в HR звонят, и чего-то от них хотят. Ну, в смысле спрашивают, как, кто там, какой Employment Verification делают. Прямо вот по телефону на сайте компании. И я уже там советую, знаете, говорю, что вы не пишите, может быть, уже название, если вы работаете, и вот такая ситуация. Напишите какую-то аббревиатуру, я не знаю. Но действительно звонят, и это массово. Я всегда считал, что они не могут так делать. Потому что, ну, как же человек работает, сейчас они его проверять начнут. Но, ну, имеет место. Как-то, я не знаю. Ну, мы так не делаем. Ну, хорошо, хоть кто-то не делает. Ладно. Вопросы у нас кончились, как бы, из того, что ребята задавали. И то, что я там любопытный был, тоже вроде так поспрашивал. Ну, я надеюсь, что мы какое-то такое интересное зрелище создали. И главное, что полезно. Поэтому давайте я тогда отправлюсь по своим делам. Вас мы поблагодарим и, так сказать, отпустим по вашим делам. По своим, да. Вы куда-то собирались уезжать, я знаю. Да, да, у меня планируется командировка в Амстердам уже. Завтра самолет. Ой-ой-ой. Видите, друзья, мы вовремя, видите, как мы вовремя подскочили. Да. Вот, поэтому, ну, я очень люблю Амстердам. Конечно, потрясающее место. Невероятное совершенно. Да, как я сказала, моя работа прекрасна еще и тем, что я действительно могу много путешествовать, общаться с нашими сотрудниками. Селедочку, селедочку. Обязательно селедочку. Ладно, давайте, друзья, мы со мной попрощаемся. И, ну, может быть, не навсегда. Может быть, еще вопросы какие-то возникнут. И мы там, глядишь, через несколько месяцев еще соберемся. Да. Хорошо. Всем больших успехов в поиске работы, в построении своей карьеры. Верьте в себя, дерзайте, будьте настойчивы и пусть Dream Job вас найдет. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok